Будь яркой очень просто. Особенно если у тебя целая коллекция необычных аксессуаров. Давай пополним ее вместе. В сегодняшнем видео мы сделаем стильные сережки из кожаного шнура и металлических подвесок. Нам понадобится кожаный шнур синего цвета, металлические подвески, круглогубцы, две швензы, два фурнитурных кольца, две соединительные детали. С помощью термоклеевого пистолета нанесем немного клея на конец шнура. Продеваем в металлическое соединение и плотно прижимаем до полного высыхания. Берем подвеску, нанизываем на шнур и протягиваем почти до конца. Второй конец вставляем в металлическую основу с другой стороны и протягиваем до образования кольца. Снова продеваем шнур в подвеску и протягиваем. Проводим конец через соединение и разравниваем так, чтобы образовавшееся кольцо было больше предыдущего. Используем такую же технику для других витков. Важно, чтобы ярусы располагались от меньшего к большему. Добавляем термоклей на конец шнура. Вставляем соединительную деталь и прижимаем. Осталось установить швензу. Открываем колечко и продеваем в отверстие на соединительные детали. Надеваем швензу и закрываем кольцо. По такому же принципу делаем вторую сережку. Наши модные серьги из тонкого кожаного шнура подчеркнут вашу индивидуальность и качество. В этом видео уроке мы покажем, как сделать стильные сережки из лоскутов ткани. Нам понадобятся отрезки ткани голубого, бирюзового и пепельно-розового цвета. Фурнитурные кольца, швензы, ножницы. Берем лоскут розового цвета и отрезаем полосу шириной 2 см. Наносим термоклей на небольшой участок посередине и аккуратно складываем ткань с одной стороны. Добавляем клея и закрепляем вторую половину полосы. Проклеиваем следующий участок и повторяем действие. У нас получилась тонкая тканевая полоска. Зафиксируем край с помощью термоклеевого пистолета. Сворачиваем полоску, время от времени добавляя клей. Получился такой рулончик. Возьмем кусочек ткани другого цвета и сделаем из него такую же проклеенную полоску. На розовом тканевом рулончике термоклеем, зафиксируем край голубой полосы. Аккуратно оборачиваем розовую деталь по кругу и проклеиваем окончание. Добавляем бирюзовую деталь. Протягиваем конец полоски через фурнитурное кольцо до конца. Фиксируем термоклеем. Отрезаем лишнее. Остается только надеть швензу. Прижимаем пальцами, чтобы хорошо держалось. Подклеиваем кончик, если необходимо. По такому же принципу делаем вторую сережку. Наши оригинальные яркие серьги в технике квилинг готовы стать прекрасным подарком близкому человеку или лучшей подруге. Сегодня мы покажем, как сделать серьги снежинки своими руками. Приготовьте стеклянные линзы, бусины и фурнитуру. Изображение снежинок, белая акриловая краска, клей для стекла, термоклеевой пистолет. Возьмем заранее распечатанное изображение снежинок и приложим к ним стеклянные линзы. Вы можете сохранить себе эту картинку, зайдя в описание поделки. Начинаем аккуратно вырезать по контуру. То же самое проделываем со второй заготовкой. Осторожно наносим клей на стекла и приклеиваем изображение. Возьмем основу для нашей сережки, нанесем клей и прикрепим линзу. Ту же технику используем и для другой сережки. На фурнитурные гвоздики нанизываем бусины, обрезаем лишнее и делаем петельки. Открываем петлю и закрепляем на изделии. Крепим застежки. Чтобы серьги в виде снежинок выглядели стильно и по-зимнему, остается только немного загрунтовать бижутерию белой акриловой краской. Наш зимний аксессуар – сережки-снежинки – готовы! В этом мастер-классе мы покажем, как своими руками сделать серьги-сердечки из обычных ниток. Нам понадобится картон, бусинки, фурнитура для бижутерии, нитки для вязания красного цвета, нитки розового цвета. Нарисуем сердце на картоне. Это будет основа наших серег в форме сердец. Аккуратно вырезаем. Нанесем немного клея. Приклеиваем край нитки и начинаем обматывать заготовку. По мере необходимости добавляем клей. Возьмем нить другого цвета и также обмотаем подделку по кругу. По такому же принципу делаем второе сердечко. Возьмем кольцо и осторожно раздвинем края. Вставляем его между ниток в середину заготовки и закрываем. Возьмем бижутерный гвоздь и сделаем петельку. Проденем бусинки и сделаем такую же петлю на конце. Открываем кольцо и зацепляем бусины. Осталось прикрепить застежку. Также делаем застежку с бусинами и на другом сердечке. Наши оригинальные серьги в виде сердец готовы дополнить ваш образ на день Святого Валентина. В сегодняшнем мастер-классе мы сделаем стильные серьги из бусин. Нам понадобятся круглогубцы, кусачки, плоскогубцы, бусинки, металлические сердечки, белая акриловая краска, цепь. Возьмем бижутерный гвоздь и наденем на него бусинку. Круглогубцами сделаем петельку. С остальными бусинками проделываем то же самое. Берем металлическое сердечко и продеваем в кольцо. То же самое делаем с другим сердцем. Возьмем небольшой отрезок цепочки. Это будет основа для наших сережек. Начинаем собирать сережки. Откроем петельку и закрепим бусину. Прикрепляем сердечко. Подвешиваем бусины, равномерно распределяя их по всей длине цепочки. На последнее звено цепи с противоположной стороны фиксируем застежку. Таким же образом делаем вторую сережку. Остается только немного загрунтовать бижутерию белой акриловой краской. Наш романтический аксессуар готов. Эти стильные сережки с сердечками способны подчеркнуть вашу индивидуальность или стать приятным подарком. Мы же переходим к другому комплекту и сделаем длинные витые серьги. Возьмем проволоку красного цвета, карандаши или ручки разной толщины. Разравниваем и начинаем плотно наматывать проволоку по спирали на самый крупный карандаш. После того, как сделаны 3-4 объемных витка, подставляем более тонкий предмет и продолжаем накручивать проволоку. Осторожно вынимаем карандаш, стараясь не деформировать спираль. Подправляем форму. С помощью круглокупцев на конце делаем петельку. Добавляем несколько более мелких витков с другой стороны изделия. Кусачками убираем лишнее. Вторую серьгу делаем точно так же. Осталось только с помощью соединительных колечек прикрепить швензы и украшения готовы. Такие длинные изящные серьги спирали будут притягивать внимание своей неординарной формой. Можно сделать их другого цвета, покрыв изделие акриловой краской. Следующую, не менее оригинальную пару сережек, сделаем из обычных прищепок. Осторожно разбираем и достаем металлическую основу. Мы приготовили яркую бусину с широким отверстием. Раздвигаем деталь и нанизываем бусину. В середину пружинной части вставляем соединительное колечко. Закрепляем на нем швензу. По такому же принципу изготавливаем второе украшение. Серьги получились легкими и смотрятся забавно. Мы потратили на них всего 5 минут времени и целых две прищепки. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и изготавливайте модные бюджетные аксессуары вместе с нами. Быстро и легко! Субтитры сделал DimaTorzok